Теперь мы встаем скрытый тон. Его можно что-то обогреть? Давай. Ну, в общем, да. А, то есть, там, основное не очень скрытное, а все остальное? Угу. Там, долгим, ну... А, в принципе, они все не взламываем, да, то есть? Ну, в общем, да. А почему тогда какое-то, как бы, тройное, двойное? Значит, все-таки есть шанс? Ну, вы знаете, про случай взлома одиночного я еще не слышал. А что взломает двойной или тройной? Я даже... Вот, смотрите. Нам предлагают создать скрытый тон. Невидимая система. У нас есть всего один гигабайт криптоконтейнера. Из них скрытый нам предлагают сделать наполовину. Максимальный размер 506 гигабайт. Один гигабайт. Еще, пожалуйста, один пароль. Еще один? Да. Такой же? Ни в коем случае. Если у нас пароль, который мы можем сдать, совпадает с паролем, который за скрытых данных, какой смысл? Украина. Что, здесь опция рандом? Это очень жестокая вещь. На самом деле генераловый пароль. Есть, есть, есть. Да можно самому написать простейший генераловый пароль. Там, в принципе, что? Ума много не надо. Что ты написал? Через двойки. Украина. Все запомнили. Теперь повтори. Хобби-пад. Не надо. Лучше уводить ручку. Там много всего написано после пароля. Пожалуйста, выберите пароль для скрытого тома. Это очень важно. Выбрать хороший пароль. Выбрать хороший пароль. Правила создания паролей. А, то есть вы нам уже все рассказали, ничего страшного. Да. Это то, что я вам рассказывал. А мелкий фильтр? Где? Этот? Очень мелкий, наверное, видно. Чем длиннее, тем лучше. Ну и так далее. Максимальная длина пароля 64,7 ватт. Вот мы монтируем. Потом даем ему букву на пол. С. Выбираем. Монтируем. Есть здесь галочка «Никогда не сохранять историю». Для чего она может пригодиться? Умышленник приходит и не знает, где у вас зашифрован контейнер. Он может называться так же, как фильм, и иметь расширение ави, и лежать среди фильмов. Пойди догадайся, что фильм «Возвращение в Удулая» и есть криптоконтейнер. Если вы ставите галочку «Сохранять историю», то список смонтированных криптоконтейнеров здесь доступен. Сейчас я оставляю, чтобы каждый раз его не разыскивать. Разовем «Терминатор 2», а он понадобится «Терминатор 2». Решит посмотреть. Ну, получит, что кодек не установлен. И что? Просто фильм, который не запускается. Ничего подозрить. Удалит. Все равно не получит доступ к вашим данным. «Терминатор 2» и «Терминатор 2» и «Терминатор 2». «Терминатор 2» и «Терминатор 2» и «Терминатор 2». А теперь давайте под букву Z А там уже смонтировано, понятно Хорошо, автомонтирование прошло А третий порой не надо водить? Пока нет Пока нет Смотрите А можно больше двух еще делать? Больше двух слоев? Нет, в смысле контейнеров Сколько может быть криптоконтейнеров в системе? Нет, в смысле вот у нас один контейнер, да И в нем один порой, одно откроешь, второе, другое Можно четыре А можно три, четыре, пять Больше слоев в контейнере? Да Данная программа не позволяет, считается, что двух уровней достаточно А другие программы могут делать? Я сомневаюсь, это уже излишествует право Теперь надо написать что-нибудь поверх Теперь все единички пиши, потом все норики Ха-ха-ха-ха А помните, кстати, смех смехом Двое в трассерах Зарисуй ее, зарисуй А какая двойка трассерах? Из пароля Второй пароль Зачем такой же пишешь? А, это тот магнитный слоев Да Да, вот он Вот У нас Перевод контейнер Давайте слоишки туда Бокс Систему нашу положу Влезет Влезет, да Да, 470 К сожалению Не семерка, не восьмерка Ну ладно Что это осталось? Знаете, как это называется? Уже полоса, но пилот вошел в раш Дотянем давление, что решил в раш Скорость копирования будет весьма и весьма невелика При этом При этом загрузка процессора У нас нет ни антивируса, нет ничего Кляшет далеко за половину Только за половину? Да Случайся быстро 76% И это у нас Свои увеличения Обычно, если вы видели, при копировании Там порядка 10% загрузка процессора Ну, 15% если нет вируса Здесь 60-70% У меня чуть-чуть больше Потому что вот этот наш осошник Сейчас превращается в абсолютно нечитаемую бракадабру Да В процессе заливки с флешки во внутренний слой криптоконтейнера Даже если взломают, то ничего не найдет Нет, а как вы его взломаете? Ну, естественно, взломают Вы получаете гигабайтовый файл на полный мусор Ваше предложение Вы даже не знаете алгоритм, по которому он дожифровал А я все знаю Ну, а есть в достаточной степени односторонние, чтобы вам это не поревчало А у него есть входные пути? Я же знаю Ну, в настоящее время они неизвестны Ухожу Так Возможно, вот прямо сейчас Гениальную математику что-нибудь придумал Сейчас во внутренний контейнер Под второй пароль Залили некий файл Так? Вот он там разливается Уже Разбился На самом деле Хорошо, что он один большой Если была куча маленьких Шифрование заняло бы гораздо больше времени Вот, как раз помните, я вам говорю Файловые операции Открыть, записать, закрыть Вот другая штука, диск почти исполнит Э-э-э-э-э Диск S заполнен, это нормально Теперь, смотрите, что мы делаем Мы берем наш скрытый крипто-контейнер Видите, у него атрибут с открытым Размонтируем. Теперь к вам приходят ламушенники, с помощью паяльника вышибают из вас пароль. Какой пароль вы называете? Первый. Первый. То есть угольнички 1.1.1. Я не возьмусь этого вводить. Ну, вы у нас, соответственно, зовут пароль. Я бы сделал пароль простые, типа 1.1.1.2.2. Для проба мне хватило. Вы сказали, хороший пароль, дядя. Вы точно говорили, у меня записано все. Я сказал, что для проба мне будет попроще. Вы не говорили так. Говорили, нужно ввести хороший пароль. Это русский-английский, проверьте. Note Display, One of the Hardcore. Он ничего не печатает. Гений. Фокс-привиди. Заставили ввести пароль. Отвел уже. Мы вышибли в себя пароль. Бежим на диск S, потирая ручки. Он на этом. Пустоту. Ну, пустоту или то, что мы туда накидаем. Давайте что-нибудь накидаем туда. Там есть по умолчанию картинки там рабочего стола. Давайте туда их. Ну, их искать лучше. Можно какие-нибудь вордовские файлы. Можно, но их здесь нет. Что-то нет ворда. Нет вордовских файлов. Давайте бокс-то кинем. Бокс не влезет. Бокс 10 гигабайтов, а у нас есть электриконтренер 1 гигабайт. А тут 500. Вот, скан 1 теперь. Ну да, можно вот так. Ну, руку. Вот, например, хватит нам. А если они вышибут, у меня второй пароль. Откуда они знают, что он есть? Да. Как? Для этого надо хотя бы предполагать. Котиков. Ну, шикарные точки. Музыку. Там, ну, конечно, знают, что там. Валеная операция. Ну, хорошо. Ну, и будут пытать дальше. Где остальное взять? Почему тут нет ничего? Ну, нет ничего. Ну, вот вам зашифрованный итог. Ну, вот он. Вот, шифровали. Дальше что? Вот, у меня там песни, которые... Вы старше раз отратили. Думаете, пиратка? Пиратские. Думаете, только мы знаем прохладки? Я пиратская шифровальная программа. Да, 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 да. Я зашифровала пиратские программы. Ну, они что, тупые? Не видят, что сейчас в самом деле есть, возможно, и вторая прокладка? Второе дно? Скорее всего, они есть. Мало распределённых. Значит, обратите внимание. Общий размер нашего файла, который лежит на диске, вот здесь вот. Эти файлы скрытные. Это ерунда, это виндосовские заморочки. Размер этого файла 1 гигабайт. Правильно? Ровно. Ну, мы создавали ровно 1 гигабайт. О, можно даже узнать, сколько это байт. Ровно. Всегда мустав. Хорошо. Ровно 1 гигабайт. Смотрим на наш диск S, который у нас открытый. Закрываю все лишнее. Не мешалось. Смотрим на диск S. Вы помните, что в гигабайтами криптоконтейнер, в скрытую часть, мы залили 470 мегабайт дистрибутива Windows. То есть заняли практически половину. Правильно? Да. Теперь давайте посмотрим, что мы увидим, посмотревши на свойства диска S. В смысле C? S. В смысле S? В смысле S? Да. Это криптоконтейнер. Это сколько у вас? Это криптоконтейнер. Сколько свободное пространство? Нет, это общий размер. Свободно 924 мегабайта. То есть предположить, что там еще полугигабайтовый файл спрятан. Или у вас основной? Фильм. Вот у вас гигабайтовый файл контейнера. Вот свободное место. Вот то, что в нем есть. Как вы догадаетесь, что там есть второе дно? Днище. А если мы туда файлы будем забивать толпы порой? Ну тогда вы наткнётесь. Это вариант. О, давайте. Давайте попробуем скопировать то, что не влезет. Так, а что у нас? Мы же умные злоумышленники. Да это уже не злоумышленники. Это уже куда хуже. Давайте попробуем. Интересно, а что получится? Вот я уже говорил, интересно. Селиком, который вы делаете, берем. Теоретически не должен влезть. Нет, лучше. Но посмотрим. А если влезет, тогда они... Надо будет подумать, о счёт чего он туда сумел влезть. Да, да, да. Какого-то... Ему ещё надо будет пайлы. Они кончаются, и какие-то крицы отнесутся. Нет, мы тебя будем влезать. То есть, по идее, расти ему некуда? Ну да, размер криптоконтейнера у нас заодно жёстко. То есть... Сейчас, может быть, произойдёт то, что раскроет наше дно. А может быть, они умные и не обратят внимания на... Ну, как бы, скроют наше дно вообще. Как? Ну, просто будут туда копировать, а тот файл будет доступен в итоге. Но это всё равно лучше, чем они узнают о наличии того файла. Ну, в общем, да. Всё, когда сломан злым вышлим, как всегда, будет качать файл, и не пора. Что делать, если ты с двумышными? А вы знаете, влезу. Что? А, я понял, как. Он тот файл, да? Я не знаю, почему... Там, скажем, Симон, присвоил больше памяти файлу, который, на самом деле, меньше памяти. Может быть, что он... Занимает. Вот ещё, ну что... Тот, которым несмысленный файл. Да, может быть. Ещё один скам один. Сам видос. Он оперирует нормально, гигабайтово. Давайте ещё раз туда спренируемся. Чтобы уж наверняка. Ещё раз? Ну, давайте ещё раз. Опять что-то... Всё проясняется. Преступный компьютер. Вот теперь уже не лезет. Не лезет совершенно честно. Поскольку... Честно? Да. Потому что у нас был гигабайт. Был гигабайт. Не безумысля, ты понимаешь. Ничего я не понимаю. Почему? У нас 471-й копия Windows. Да. 134-й всякого мусора накидали. И мы хотим ещё 470. Естественно, не лезет. А чуть поменьше. Значит, надо закинуть как можно... Значит, нужно взять, отрезать, откопить Windows... Ну, весь сложный. Это один большой файл. А если мы вам парку создать? А на шпале ещё больше? А у вас есть ещё больше? Нет, ну, есть, конечно. Можно подмонтировать вот этот аппаратик. Там много всего. Но вот его я монтировать не хочу. А что там не много всего? Ну, например, архив моего живого журнала. Живо-живо. Ну, такой в журнала, который... Там по всякой техникам идёт за днём на по две статьи. Он прыгает. Он показывает. Он спрыгает и шевелится. Да. Чтобы всё залили. А вы обещали, что вы бруночку сломали бы. А, вы хотите попробовать? Да. Ну, сейчас я сюда что-нибудь попробую залить такое. Видите, папочку создадим, в неё что-нибудь ещё зальём. Папку этот, как его, балласт. Это без разницы. А главное, чтобы скопировать ещё раз. Без вот этого дела. Ура. Ду-ду-ду-ду-ду. Осталось менее 41 минуты. Ну, это не руль, да, он там врет. Врет. Через час. Не врет. Через час. Ну, ладно, пока он тут скопирует. Прошёл час. Хе-хе-хе. Хе-хе. Ладно. Осталось 43 минуты. Хе-хе. Давайте я вам... Прошу перей. Давайте когда будем, попробуйте смотреть. Прошу перей. Часов. Говори, не оборвай. Ладно. А с головы здесь уже действительно... Ну, собственно, с того 194, у нас уже просто ничего сюда не лезет. Честно не лезет. Честно не лезет. Без дураков не лезет. Сейчас мы размонтируем этот диск. Ну, вы еще попробуйте пару раз. Нет, еще пару раз. Пару, один, два, три, четыре, пять, трех, подошли. Действительно, почему? Заметьте, сколько проходит между вашим нажатием кнопки Enter и вылезанием. Ну да, я говорю, задержка есть. Да, задержка есть. Секунда-полторы. Можно сократить безумные миллиарды. За счет чего? Можно книжку почитать. Питать человек. Получается информация. Прикорит. Подсказки. Парикорит, можно сказать. По человеку. Ну, а человеку информацию. Ну, социологическим, это взлом, предположим, я не знаю, подстраховался. Ну, пытает человек, что нам еще делать? Нет. Когда вы открывали запароленные архивы? Нет. В смысле, в славу? Нет. Нет, просто посмотреть, попытаться оттуда что-то вытащить. Он не хочет. Пытается. Есть два варианта запароленных. Первый вариант, когда запрос пароля, у вас при покупке открытия. Есть второй вариант. Когда вы сначала открываете, видите, что там в этот файл. Вы хотите его скачать, и он запрашивает. И именно в этот момент он запрашивает файл. В момент выкачения. Скажите, пожалуйста, какой из вариантов более надежный? Первый. Первый. Почему? Не знаю, что там есть. Потому что не знаешь вообще, что там есть. Название файла. Человек не знает. Ну, не представляет себе вот это. Название файла может быть использовано в алгоритме от першифровки, если мы знаем, что должно получиться. Будем так першифровать. Если мы не знаем, что должно получиться, можно только гадать на копейных ручей и смотреть, что он нас слышал. Вот типовое гадание. Ну, а если на нем профессиональных гадалок, то мы можем уже толпой сидеть и гадать. Ну, собственно, все, о чем мы говорили, здесь не нужно. Он просто угадает пароль. Если мы хотим действительно хранить данные в архив надежно, мы всегда живем на пароль. Если я попробую, то выглядели. Ну что, кто-нибудь еще мою файл ломать будет? Да. Калькулятор. Калькулятор будет ломать? Если 20, да, сильно? Зламывай куда-то. Ну, предположим, что 27. Да нет, ну так 27. Хорошо. Так, ну вперед. А вы ее сами потом откроете? А можно вам задать несколько вопросов? Там краткость нет. Да, пожалуйста. А если двух сломали? У вас нет никакой стим? Типа так, раз, два, а там... Ну, обижаете. Ладно. А ты мне суровое количество грандов набирай вот так. А у вас что-то у меня такой китайский калькулятор? Ну, я не знаю, китайский. Ну, вот это мешает. А раскладка была одна? Ну, он не принимает какие-то наши песни. А, а вдруг у вас они там? Одним уровнем из-за курса, тем самым, другим. А вдруг вы тогда и калешку... Ну, ты не отгадаешь. Он пробелами пробовал сломать. Ну, и как? А можно пароли с пробелами у него? Кстати, да. Пробел это символ. Он попадет под требования не одинаковых символов. Ну, это интересно. И просто их пароли. Да, 110 единиц, 110 пробелов. А если и пробелами, это... Без проблем. Пробел такой же символ. Буква... Пробел такой же символ. Ну, не сто. Ваши правила. Все так говорят. 20? Только асписим. Можно еще? Только асписим. Конечно. Неразрывный является статью в форму ВСП. Окей. Он будет... А-а-а-а! Еще большие будут. А-а-а-а! А-а-а-а! А-а-а! А-а-а! Три-ни-кот, возможно, будет. Три-ни-кот. 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 А-а-а-а! Окей. Безнадек. Давайте поедем дальше. Итак, у нас сейчас смонтирован открытый криптоконтейнер. Помните, да? Угу. Теперь мы его размонтируем. Мы его размонтировали. И под ту же букву... Под ту же букву монтируем с закрытым паролем. Что там было? Где? Второй пароль, а с закрытым. А-а-а! Украина, Украина с двоечками. Вводите. Вов-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в. Что ты вводишь, что ли? Эм, фокус. А, ну не хочешь. Такого, неправильно. Да, наверняка. Неправильно. Есть ли? Не было, чтобы не было белых пятен. Я думаю, что это будет сложновато. Итак, мы получим дискейс. Что произошло при переполнении открытого контейнера? У нас развалилась информация в скрытом темпе. Почему? Потому что мы записали больше. Что произойдет? Мы записали. А если нажать та информация? Все потеряется. Потому что у нас второй был заполнен практически под пробку. 470 из 500. У нас информация переплеснулась. Давайте форматируем. Записанное позже. Записанное позже. Разрушил. Записанное раньше. Давайте форматировать и открываем другое. Форматировать? Давайте форматировать. Но зато никому не досталось. Ну да. Так не достанься же ты никому. Ну извините, а если у нас бэкап... Бэкап держится в другом. Бэкап надо держать в другом месте, чтобы потерять. Ну можно держать в стороне. Здесь, здесь, здесь. Можно. Но обратите внимание. Обратите внимание. Если вам нужно разрушить информацию, хранящуюся на скрытом томе. На скрытом томе. Вы входите в открытый. Первую часть контейнера. И заливаете туда больше, чем осталось после отрезания скрытого. Ну как делали? Мы сначала создали гигабайтный общий контейнер. Так? А потом половину отверли на скрытую часть. Угу. Угу. Ну пап. То есть не скрытая такая открытая... Нет. Мы сначала создали большой криптоконтейнер. Сначала создали большой. А на втором этапе нас спросили. А какую часть от общего криптоконтейнера мы отложим под второй службе. Поэтому нужно помнить, что если вы заполняете открытый криптоконтейнер больше, чем на оставшуюся часть, мы сделали гигабайт, потом отрезали 500. Вот так поступили. Если вы заполняете этот больше, чем на 500, эта информация начинает разрушать скрытую часть контейнера. Это можно, в это можно влететь случайно, но это можно использовать и умышленно. Для уничтожения скрытой информации. А нельзя просто фальнику удалить? Удалить криптоконтейнер. Ну не получится. Ну если вас уже держат за руки крепкие ребята, то уже нет. А если у вас держат за руки крепкие ребята, ты же их не сможешь в фальнике? Опять же. Ну почему? Это могут проверять, если там дно второе. Вот эта попытка пройдет к разрушению. Дно провалится и раздает все, что здесь было. Но можно обстроить систему самоуничтожения, правильно? А вот она система. Если искать второе дно, то оно опустится и раздает все, что здесь было. Если на него нажать, вот на эту границу раздела дополнительной информации, оно пойдет вниз. Аккуратненько здесь все расплющено. А вот вопрос. У нас сейчас было вот здесь такое пересечение информации. То есть хранивший здесь файл, был частично затерт вот этими данными. Да? Угу. Что произошло при форматировании, которое мы сейчас сделали? Это маленькая часть, часть чего-нибудь. Там маленькая часть, которую сюда занесла, а у нас... Ну и все, форматируем, 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 что происходит после информации. Часть теряется, часть. Часть информации, которая ушла под логическое дно, у нас уничтожается. Опять ливануло. Опять ливануло. Да ладно. Если, наоборот, верхнюю часть, она терапировала. Здесь не появится информация. Вот, если вот это вот стереть, здесь останется все разрушено. То есть, вот, не злообщение, которое придает информация... После того, как вы уже сюда доволнули, уже нет. Она расключит. И даже если не появится, она не появится, она уже разрушена. Даже на один киловайт какой-нибудь, да? Ну, возможно, да. Надо попробовать. Совсем-совсем правильно. Давайте попробуем, действительно. Есть только маленькая информация, совсем маленькая, и для нее все равно место остается. Давайте попробуем. Надеюсь, чуть-чуть больше. Придется его заново делать. Зачем? А, ну да, туда просто скидываем. Сформатировали или нет еще? Да-да-да. Уже, да? Да, уже. А у вас некоторого нет? Нет. Точно. 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 Скиньте ему этот файл в дом будет. Да мне, конечно, не жалко. Он дом будет. Человек же просто помрет. Давайте снова зальем туда наш Windows. Расшифровка погибает. И пойдем в открытый раздел. Наверное, было бы лучше, если бы тут мне нужный файл вырос в объеме. Но как бы? Еще раз. Например, файл сам по себе весит, пускай, 200. А тот файл, который мы в второе дно опустили, тот, который нам нужен, он, пускай, 100 весит. И мы к тому ненужному файлу прибавляем эти 100. И получилось бы 300, и никто бы и не забыл. Теоретически, в принципе, наверное, можно. Но тогда получается, что у нас часть закрытой информации получается в открытом разделе. Хорошо, если у нас один большой файл в скрытом, они просто склеились. Переход непонятен. А если у нас в скрытом разделе роста мелких файлов, часть из них получается перелезут сюда? В открытом шифровом виде? А если там шифры разные? Ну, шифры разные, это не перелезут. Не, не, вообще, а сами алгоритмы шифровать. Все алгоритмы разные, но предположим, что они одинаковые. Получится, что у нас дно опустилось, часть вставил, перелезут сюда. Все будет неправильно, глобально. Можно допрыгаться. Готово. Здесь у нас в настоящий момент на S. Свободно. Ура! Ну вот, практически заполнен. Осталось 23 мегабайт, 24. Пошли в открытый раздел. Интересно, что с ним произошло после форматирования? Честно скажу, не знаю. Тот, который мы напихали? Ага. Так, мастер ввода паролей. Ты. Первый пароль, пожалуйста. Пароль в студию. Да. Угадайте букву. Больше. Сектор шанс. У нас собака такая. Так, на глубокую. Вы крутите барабан на глубокую. Так, мы здесь где-то забыли одну интересную штучку. Какую? Историю. Запомним кэш. Запомнил? Угу. Не дай бог такое, да? Флажок мы где-то забыли? Да. Вот. Вот, стоял флажок, кэш, паспорт. Вот его лучше не ставить. Запоминание паролей нам совершенно не нужно. Первый, да? Первый, первый. Вверх ногами же. Да я вижу. А можно сразу включить и одну сторону, и другую сторону? Так, Стоп. А почему написано, что снимает только если шанс к обеденку? Потому что мы это не ставим. Вошли на дискэс. Сколько у нас тут свободного пространства? По 85. Здесь информации не разрушу. Сколько мы сюда писали, столько есть. Но, я полагаю, что если мы пытаемся копировать отсюда, у нас возникнет проблем. Есть у меня такое ощущение. А кто из них разрушен, я уже не скажу. То есть кто-то попавший в пересечение после форматирования? Вот отсюда. Кто-то поврежден, но кто? Как записывали? Да. Последние файлы, скорее всего, попали в это пересечение. Ну, значит, вот из этой папки. Да. Скорее всего, из папки 1, 2, 3. Возможно. Мы сделали 4. Ну, вот так. Запускать, проверять, запуститься или нет, тоже как-то непонятно. Надо посмотреть размер и сравнить. Размер он сохраняется. И как, что он на самом деле записан в свойствах? Ну, посмотреть, какие-нибудь свойства сравнить, там, контрольную сумму посчитать. Так, нет, запускается. Значит, что-то другое. Может, и сошник побился, может, еще кто-то. Ну, и сошник монтировать, проверять установки Windows еще раз в виртуальной машине. А, потому ошибка в самый последний момент. Да, не хотелось бы. Так, ну ладно, дело мы сейчас прервем. Посмотрим на архиваторы. Что дальше делать? А, вы запомнили? Да, лучше повредили народа, да? Какой-то вот, какой из них поврежден, я не знаю. Вот кто попал на это пересечение, когда мы давили? Я не знаю. А сильно давили? Ну, это не важно. Хорошо, 2 ноли будет. Прилично. Но, я думаю, что это все-таки было сошно. Эй. Не будем еще ставить антивирус. Чем? Антивирус? Не самый плохой антивирус, но сейчас он нам не может. Так, сейчас мы гасим виртуальную машину. Прелесть в том, что эту виртуальную машину можно переносить, как я уже говорил, с компьютера на компьютер. Совершенно безболезненно. Более того, вот этот файл, который мы сделали, сколько там, 10 гигабайт, да? Можно перетащить такую же машину под Макос и запустить там получить Windows XP без проблем. Windows ParallelOS по тому же принципу работает. Знаете, на Макос популярность стоит Windows ParallelOS. Ну, параллель, ну, просто под систему Windows. Ну, да, но это немножечко другое. Про конкретно это не скажу, но есть варианты либо загрузки полноценной Макос или Windows, есть варианты поддержки Windows-привожений внутри Макос. Полноценной системы Windows. Или запускается, или как, или в окне вот так же. Ну, в окне, значит, примерно такая же система. Это платформенная независимая, а та специфическая пуска. Кстати, вроде бы в VirtualBox есть там такая штука, интегрировать окна из виртуальной машины в систему. Ну, не окна, а мышь, то есть там можно... Нет, 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 имеется в виду, что вот окна, они как бы, они работают с виртуальной машиной, а выглядит как будто, ну, интерфейс как будто просто еще одни окна запустили. Глобально можно, глобально можно, но смысл в этом есть только тогда, когда вы работаете на удаленной машине. Потому что когда у вас здесь все запускается, на любой результат. А, ну, действительно, нет, а есть удаленная машина, когда тоже там запустил на удаленной машине. Да, и окно у вас здесь как бы свое родное. Ну, да, да. Это понятно. Когда у вас запускается полностью виртуальная машина здесь же, ну, честно сказать, трудно мне понять смысла такого варианта. Какого варианта?